МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Студенты-медики пришли на подмогу врачам в городские поликлиники. Разгрузить сезонный наплыв пациентов стало возможно благодаря договоренности Министерства здравоохранения, учебных заведений и поликлиник. 80 студентов в колледже распределены по медицинским учреждениям города. Будущие дипломированные медсестры оттачивают свои профессиональные действия на манекенах. Считают, что число людей с симптомами простудных заболеваний – ситуация из ряда чрезвычайных. Студенты, кстати, очень любят такие внеплановые практики. И это показало наводнение, которое было в городе Хабаровске. Очень много студентов откликнуло с удовольствием. И в свое каникулярное время, практически весь август месяц, они оказывали помощь лечебным учреждениям. Больше полномочий у студентов-интернов из медицинского университета. Практическое здравоохранение – помощь в большей степени для них же. Незапланированная работа помогает глубже окунуться в свою будущую профессию. Мы делегировали десант в составе 50 интернов и ординаторов. Это специалисты дипломированные, которые имеют право работать в участковой службе, взрослой и детской. Тем не менее, даже интерны не могут оказывать помощь квалифицированного врача в полном объеме. У них нет специальных сертификатов. Но и это и рабочие силы рады врачи в поликлиниках. В день терапевтам приходится принимать до 35 человек. Интерны работу облегчают. Помогают с выездами на дом померить давление или поставить градусник. Время приема сокращается на драгоценные 2-3 минуты. Докторов в поликлиниках не хватает вообще. У нас 36 участков, всего лишь в наличии 12 докторов. Представьте себе, это такая масса народу. То есть многие участки без докторов вообще. Единственное, что спасает ситуацию, то, что мы работаем на этом месте достаточно долгое время. И пациентов в принципе знаешь. Сегодня далеко не все выпускники медицинского вуза в Хабаровске идут работать рядовыми терапевтами в городские или тем более сельские поликлиники и больницы. На перспективу уже на следующий год ситуация с нехваткой профессиональных кадров улучшится. Министерством здравоохранения России принято решение об обязательности отработки специалистами, выпускниками вузов, завершившие обучение на бюджетной основе, не менее пяти лет отработать в практическом здравоохранении, но именно в государственном здравоохранении. В поликлиниках и больницах региона на сегодня недокомплект на 200 врачей. Не хватает и сотни специалистов среднего звена. Затраты российского бюджета на одного студента на курсе составляют более 100 тысяч рублей. Поэтому целесообразность так называемой отработки бюджетников полностью оправдана, отмечают медики. Анастасия Корничук, Алексей Игнатьев, Хабаровская студия телевидения. В Хабаровске к запуску готовится станция ультрафиолетового обеззараживания. Объект входит в программу строительства второй очереди очистных сооружений. Для сбора городских стоков проложено 12 километров канализационных сетей. Под переключением этих коллекторов были серьезные остановки канализации всего города, которые прошли безболезненно, позволившие переключить эти коллектора и подготовить их к работе. В Хабаровске утвержден план ремонта инженерных коммуникаций. Этим летом специалисты заменят 11 километров магистральных тепловых сетей. Это в два раза меньше нормы. Для безаварийного прохождения отопительного сезона в городе ежегодно необходимо восстанавливать 25 километров теплотрассы. Одна из причин невыполнения норматива, как заявил на заседании мэр Александр Соколов, низкий тариф. По структурам горводоканала у нас были лучшие показатели 36 километров сетей водоканализации. По тепловым сетям было 23. Сегодня все это в два раза сократилось. Тариф снижен настолько, что скоро за счет тарифа вообще не будет ремонтироваться ни одного километра сетей. Всего за весенне-осенний период в Хабаровске при поддержке муниципального бюджета будет восстановлено около 20 километров. Как магистральных, так и внутриквартальных теплосетей. Однако по опыту прошлых лет после проведения гидравлических испытаний на ТЭЦ, план ремонта скорее всего будет увеличен. Мариана Гейт, Артур Гец, Хабаровская студия телевидения. Хабаровские переработчики вторсырья переориентируют бизнес на внутренний рынок. В России действует временный запрет на вывоз макулатуры за границу. Это позволит сократить дефицит бумаги и картона в стране, а также увеличить их объемы переработки. Картон и бумагу под пресс. Предприятие «Чистая планета» самое крупное в Хабаровске по сбору макулатуры. Сюда доставляют сырье со всех районов края. В год специалисты заготавливают, сортируют и отправляют на глубокую переработку около 7 тысяч тонн макулатуры. Продукция уходит по всей Российской Федерации. В основном это Запад России, Запад и Уссурийский картонный комбинат. До Нового года 200 тысяч тонн макулатуры в год с цехов предприятия уходило в Китай. После введения в стране моратория на вывоз бумажных отходов, специалисты начали искать покупателей на внутреннем рынке. Отечественные производители предлагали высокую цену за сырье. Такая ситуация сложилась, что цены на внутреннем рынке стали значительно выше, чем даже с учетом валютного курса при экспорте макулатуры. Соответственно, мы быстренько свою деятельность на внутренний рынок перевели. Сейчас, конечно, все по-другому. То есть при запрете экспорта цены немножко упали. Введение моратория пока не отразилось на рентабельности работы предприятия. Для того, чтобы увеличить объемы заготовки макулатуры, специалисты покупают у предпринимателей картон. 2000 рублей за тонну. Несмотря на это, 50% бумажных отходов все равно отправляются на свалку. Мы еще не до конца освоили весь массив той макулатуры. Я имею в виду и картон, и бумагу, и все остальные крысовиды макулатуры. Всего 13 видов. Сегодня в Хабаровске из общего количества бытовых отходов сортируется всего 20%. С возведением еще одной мусороперегрузочной станции «Южная» доля извлечения полезных материалов бумаги, пластика, металла увеличится в разы. Татьяна Тукарь, Артур Гец, Хабаровская студия телевидения. На английском и родном русском языках сегодня во многих школах Хабаровска звучали произведения классика. Уроки литературы посвящены творчеству Александра Пушкина. 10 февраля в России – день памяти писателя, который погиб 179 лет назад. На перевод эпизода повести барышни-крестьянка ушел не один урок. С преподавателем, вооружившись словарем, ученики репетировали сценку. 12-я школа уже несколько лет участвует в Пушкинском фонде. Проект создан в Северной Ирландии проправнучкой писателя – баронессой Александрой Аберкон. Одной целью этого проекта было развитие творчества детей, поиск талантливых детей и, конечно же, пропаганда творчества Пушкина среди детей Ирландии. Кроме школьной программы для подготовки творческого вечера, старшеклассникам пришлось проштудировать не один том классика. Незаметно для себя подростки пополнили и свой словарный запас. Пушкинский язык во всем мире признан самым красноречивым. По оценкам международных лингвистов, Пушкин использовал в своей лексике более 300 тысяч слов. 22 тысячи из них насчитываются только в его произведениях. Современная молодежь в среднем владеет запасом из 32 тысяч слов. Сегодня творчество классиков изучается поверхностно. Для подготовки литературного вечера педагоги русского и английского языков попытались познакомить своих учеников не только с обязательными произведениями писателя, но и с теми, что остались за рамками школьной программы. Я читать люблю вообще с детства, и «Лукоморье, дув зеленый» я думаю, что это самое значимое произведение моего детства. Год назад, читая классические произведения летом, они меня особо не задевали. А в этом году, то есть к 10-му классу, когда я читал некоторые произведения и опять возвращался к ним, я многое переосмысливал и понимал. Боже мой, как я ошибся, как наказан. Литературный вечер – генеральная репетиция к международной конференции, посвященной творчеству поэта. Она пройдет в апреле этого года в Хабаровске. Мастерством красноречия обменяются школьники из Москвы и Санкт-Петербурга. Мариана Гейт, Алексей Игнатьев, Хабаровская студия телевидения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова